Старое дерево теряет ветку за веткой, чтобы в итоге оно стало не просто красивым, но и безопасным. За месяц генеральной уборки управляющие компании должны привести в порядок все свои зеленые насаждения. Возле этого дома дерево настолько разрослось, что доставляло людям одни неприятности. Ну в окно прямо стучало, стучали ветки, особенно когда ветер сильный был, стучали, и была даже возможность, что могли повредить стекло. Старые деревья – это проблема для всех районов Самары. В прежние времена в городе высаживали малоценные породы деревьев – тополь, карагач, американский клён. По мере роста они захламляли территорию, которую теперь необходимо расчищать. Аварийные деревья спиливают, а те, которые стоят крепко, приводят в порядок. В период апрельского месячника работа проводится в усиленном режиме. Сейчас мы подходим к финальному этапу уже месячника. В ближайшие субботы состоится общегородской субботник. Каждая управляющая организация в разрезе своего жилищного фонда сама определяет, совместно с районными администрациями определяет, какие деревья требуют обрезки. Управляющие компании реагируют на сигналы жителей, но в основном сами оценивают состояние зелёных насаждений. В этом районе обрезано более 100 деревьев, 20 ликвидировали под корень. Первые очередные, как вы сейчас видите на этом даже доме, это те, которые представляют угрозу для пешеходов, там, где ходят люди, там, где большое скопление людей. В вторую очередь смотрим дворовую часть, там, где также люди выходят из подъезда, там, где детские площадки. Цель – на ближайшую перспективу привести в порядок все деревья в городе, постепенно заменяя старые насаженцы более ценных пород. Олег Зверев, Максим Гусев, События.